В прямом эфире программа «Актуальный разговор». Зовут меня Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы «Образование в других странах». Не зря мы эту тему выбрали. Вы знаете, очень часто люди, которые приходят в эту студию и вообще, которых я встречаю, которых, может, вы встречаете, говорят, что кто-то учился за границей, действительно, там образование отличается от нашего. Причем в последнее время говорят, что тенденция не в лучшую или в худшую сторону, а отличается. Сегодня мы попробуем разобраться, насколько отличается, в чем отличается со своими гостями. Но прежде чем их представлю, я хочу спросить у вас, дорогие друзья, отправили бы вы учиться своего ребенка или сами отправились бы учиться за границу, если бы это было бесплатно? Потому что часто мне говорят о том, что главное препятствие – это финансы. Так вот, если бы это было действительно бесплатно, поехали бы вы учиться в какой-нибудь вуз или отправили своего ребенка в какую-нибудь школу за границу? Или у нас все замечательно? Вот комментарии, вопросы, касающиеся этой темы. Пожалуйста, 511-99-66, 8800-532-55. Звоните, начинайте прямо сейчас задавать любые вопросы к моим гостям. У меня сегодня в гостях люди, которые действительно понимают и все знают, по крайней мере, вот в этой части. Два педагога – Денис Колесников. Денис, приветствую вас. Добрый день. И Гусман Гайнулин, приветствую. Добрый день. Итак, все ваши регалии, все, что вы закончили, какие курсы, это очень долго перечислять. В целом скажу, что вы закончили огромное количество курсов и цифровой образовательной технологии, и очень много всего на английском. Потом использование системных деятельных подходов в образовательных процессах в условии перехода на ФГОС нового поколения. Финделеева, член апелляционной комиссии Всероссийской Олимпиады по английскому языку, эксперт высшей категории Федеральной предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку. В общем, да, это вот ваши регалии, это замечательно. Но в любом случае родители, а я родитель, задается совсем простой вопрос. Вот сейчас наша молодежь, которая получает у нас образование, я замечал, что они действительно немножко, ну, глупее, наверное, совсем будет, громко сказано. Ну, в общем, отстают от того поколения, в котором учились мы с вами. И так ли это? Или просто они немного другие, другая система? Может, вы начнете? Пожалуйста. Система образования чуть дольше. Я думаю, что система образования, когда мы с вами получали, то есть Советский Союз, все-таки, наверное, была чуть-чуть получше, строже было все-таки. Сейчас чуть помягче, плюс, я бы сказал, тут в наше с вами время учитель-бог, вот так обычно говорили. Сейчас учитель лишь один из источников информации, и, к сожалению, отнюдь не первый. Кто виноват? В чем причина? Почему вдруг преподаватель стал из уважаемого человека в инструмент получения знаний? Ну, вполне возможно, что это естественно. Мир к этому движется. Сейчас дети черпают очень много информации, в первую очередь, интернета. В первую очередь, интернета. Потом очень много, особенно в подростковом возрасте, это свои же друзья. И только, возможно, номер 3, это учитель. Мир меняется. Меняемся мы, меняется все вокруг. С этим просто нужно смириться и стараться стать из источника номер 3, просто источником номер 1. Ну, хорошо. Ну, а вот тенденция к интеллектуальному росту современной молодежи есть? Ну, например, вот вы педагоги, вот ваши самые первые классы и вот ваши сегодняшние классы. В какую сторону? Ну, я в системе образования как педагог уже с 2005 года, то есть 11 лет. Я бы не сказал, наверное, что сейчас современные дети менее интеллектуальные, чем, допустим, были ребята в советские времена. Мир просто изменился сейчас. И если определять уровень интеллекта, нам нужно, наверное, во-первых, задаться вопросом, то есть какие мы критерии ставим к уровню интеллекта. Очень часто сейчас, в данное время, говорят о том, что дети не читают. Дети не читают. С этим я частично соглашусь, частично не соглашусь. Возможно, дети не читают ту литературу, которую мы читали. Почему? Которую нам приказывали. Ну, не только приказывали. Очень часто мы ходили в библиотеки и брали различные источники. Почему? Потому что у нас, у детей, у молодого поколения есть такая потребность в новом получении информации. То есть для них, для нас это очень важный источник, то есть получение какого-то наслаждения. Соответственно, в современном мире мы живем в цифровое время. И такое понятие сейчас есть. Digital natives и digital immigrants. То есть переводится как цифровые иммигранты. Это люди, которые были рождены до 90-х годов. Это тогда до 90-х годов. Цифровые технологии еще не так были сильно распространены. Соответственно, я вот тоже был рожден до 90-х годов. Для меня, например, я не совсем так активно и так легко, и так быстро осваиваю все эти современные цифровые технологии, интернет и так далее, разбираясь во всех этих девайсах, как, допустим, современное поколение. Современное поколение, оно все же продолжает читать. Просто то, что они читают, это немножко другое. Если мы сейчас посмотрим на ребят. Как интеллигентно. Посты они читают. Посты они читают. Причем посты не преподавателей, если мы говорим про первое место. А посты друг друга. Так разве они интеллектуально в этот момент растут? Вот в этом плане я могу согласиться. В том смысле, что, к сожалению, как мы видим из тенденции, что язык современной молодежи, он намного беднее сейчас, чем тот язык, который, допустим, та же самая молодежь, скажем, 12-25 лет использовала, скажем, 5-10-20 лет назад. Просто почему? Потому что сейчас, как языковеды, как филологи, мы можем сказать то, что в мире есть так называемый процесс симплификации языка. То есть мир стремится к упрощению языка, к упрощению, к экономии языковых средств. То есть вместо того, чтобы сказать какое-то длинное предложение, очень часто сейчас ученики, допустим, поставят слово «лол». Допустим, это ему нравится или они смеются. И вот такие вот различные сокращения, они, с одной стороны, дают какие-то новшества, с другой стороны, обедняют язык. Поэтому можно сказать то, что современное поколение, используя какие-то неологизмы, новые слова, при этом они не должны отказываться и не должны забывать использовать те красивые, прекрасные, длинные слова, которые существуют в русском языке, в языках, и которые передают значение, наверное, глубже и более расширенно. Ну и вот тут мы возвращаемся к основной нашей теме – образование в других странах. Тот же «лол», тот же «ок», тот же все вот эти слова, они оттуда. Значит, как бы мы ни хотели, но тем не менее система образования, которая за рубежом, в той же Англии, в Америке и так далее, она стояла как-то и стоит. И она продолжает развиваться. Ну, как, да, Задорнов говорил, там, тупые, они тупые, но они как были тупые, так они стабильно и движутся, да, в этом направлении. А мы, когда-то были читающие нации, там, и все остальное, и тут мы начинаем до их лола и ока скатываться. Ну, и вот тут возникает вопрос, что лучше, постоянство или все-таки как-то можно выйти, опять обогнать их, перегнать. Потому что, ну, основной вопрос, вот образование в других странах, что сделать такого, чтобы все-таки наше образование было действительно мегапрестижно? Я здесь, вот, пока вы подумаете, Господин Сорежанович, начну с того, что буквально недавно я изучал такую статистику, которая приведена была в цифровых ресурсах. Это так называемый индекс социального прогресса, который… Наш? Или это кто-то придумал? Это международный, да, то есть это индекс, который проводит не российская система образования, не российская система, то есть, но при этом она проводится каждый год регулярно. И что здесь нужно отметить, то, что по… вот это, так называемый индекс социального прогресса, он показывает, ну, грубо говоря, простым языком, самые лучшие образовательные системы в мире. И я к своему удивлению отметил, что Россия, какого вы места, думаете, занимает в мире на 2016 год, то есть на данное время? За десятку. Вы думаете, десятая? Ну, вот где-то… Я, честно говоря, прежде чем читал эту статью, думал где-то, наверное, за пятидесятку или за тридцатку, потому что, тем более, система это оценивает, ну, не российская система, соответственно. Но к своему удивлению я отметил, что она занимает тринадцатое место. Тринадцатое место и написано, что с прошлого года прогресс России был на пять позиций. То есть мы в прошлом году занимали восемнадцатое место. Я думаю, благодаря чему это было обеспечено, благодаря тому, что я думаю, что сейчас системе образования в России уделяется намного больше внимания. Допустим, мы знаем, что сейчас были введены новые федеральные образовательные стандарты, благодаря которому уже устаревшая, отжившая такая система образования России еще с советских времен должна резко, ну, плавно при этом перейти на международные стандарты. Допустим, мы знаем, что в 2023 году министр Ливанов, министр образования заявил, что с 2023 года, к сожалению, раньше мы не можем, английский станет третьим обязательным языком. Для чего это сделано? Просто для того, чтобы Россия наконец-то уже стала интегрирована в международное пространство, в экономическое бизнес-пространство и так далее. Поэтому я думаю, что в России что-то доделается. Конечно, будут критики, которые будут несогласны, но все-таки, особенно в Татарстане, я считаю, что мы знаем, что образование в Татарстане – это одна из наиболее крупных статей в бюджете республики. Соответственно, мы знаем, вот просто горожане города Казани могут посмотреть, думаю, других городов, просто пройти по улице и посмотреть за последние 3-5 лет, сколько было построено детских садов. Зайдите в школу, посмотрите, сколько ремонта было сделано. Посмотрите, какое большое количество грантов выделяется студентам и преподавателям. Я сам лично, допустим, благодаря нашему правительству, нашей поддержке, ну, минимум 6 грантов выиграл за последние буквально несколько лет. Это только внутренних республик Татарстан. Но существуют еще федеральные гранты, еще и существуют международные гранты по поддержке педагогов, в которых я тоже участвовал. Замечательно. Что вы можете сказать? Ну, в данном случае я буду все-таки, наверное, оппонировать Дениса. Я скажу, что в первую очередь, наверное, нужно смотреть глобально. И, скажем так, всего лишь 5% бюджета нашей страны выделяется, к сожалению, на образование. Это ничтожно мало. Хорошо, по сравнению с другими странами. Я помню, читал исследования, посвященные западным странам и странам, именно лидерам в образовании. И везде траты на образование выше, где-то 10%. А что значит лидеры в образовании? Ну, хорошо, можно назвать прям конкретные страны. То есть лидеры. Лидеры какие? На данный момент, последние лет 10-15, все страны сравнивают по трем различным методикам. Чтение, математика и умение применять это в реальной жизни. Это Тимс, Писа и Перлс. И, что интересно, оказалось, что, в принципе, наши ученики достаточно неплохие и в математике, и в чтении. Но применять в реальной жизни, к сожалению, с этим у нас нет. А кто критерии выбирает? Опять же, тут смотрите. К чему еще? Думали ли вы над этим? Последние два года идет тенденция к тому, что со всех сторон нас давят. И все прекрасно понимают. В те 90-е годы, когда мы все вот это западное, все подряд на себя одевали и так далее, примеряли, мы были замечательными. И сейчас, когда Россия вдруг отряхнулась и показала, что она Россия, у нас понеслось. Олимпиады, санкции, все остальное и так далее. И сейчас вот это навязанные критерии образования. То есть вы не подходите по этим критериям. Чьи это критерии? Американские, английские. Ребята, а почему мы не можем сделать свои критерии и плевать нам на всех? У нас замечательные дети, мы сами замечательно научимся. Почему мы сравниваем? И почему мы так стремимся к тому, что мы на 13 месте, потому что так решил кто-то? Мы на первом месте, потому что мы так решили. Кто выбирает эти критерии и действительно ли они, эти показатели, реальны и они по-настоящему и аполитичны? Скорее всего, аполитичны, потому что эти рейтинги примерно с 10-15 лет работают. И если первые годы Россия не очень удачно шла, то последние лет 5 мы на самом деле в топе. В топе по чтению и применению? Да, но применение, к сожалению, слабовато, но чтение и математичность хороши. Вообще, в принципе, говорят, что за рубежом выпускники наших вузов, в частности, это информатики, программисты, очень ценятся. Это да. Это да, это так. Это наши, да, и Обама недавно договорил про наших хакеров. Но не суть. Сейчас все-таки идем вот к тому, что вот зарубежное образование, как бы мы ни хотели, тестирование и все остальное, оно идет точно так же, как образование уже высшей школы. Я имею в виду, у них нет понятия вот врач-врач. У них, ну я сейчас буду утрировать, типа там специалист по правой коленной чашечке. И он действительно спец. И точно так же в какой-то области специалист узкий-узкий. И они, грубо говоря, на это заточены. Поэтому, когда задается вопрос, скажите, пожалуйста, покажите на карте, где Россия, да, и 90% там американцев, они тыкают куда угодно, только не в Россию. И сейчас идет тенденция к тому, что наши ребятишки из-за этих тестов, и вот у них заточенная квадратная голова, они тоже начинают понимать А, Б, С, вместо того, чтобы какой-то, и как они боятся устных экзаменов. Все наши дети современные боятся устных экзаменов. Они не могут перед преподавателем ничего сказать. Что делать? Субъективизм, конечно, во время экзаменов существует, в принципе. Поэтому ЕГЭ, с одной стороны, это благо. Ой, вот про ЕГЭ. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вы за? Против? Самый популярный вопрос. Ну, скорее, изначально вообще идея самая хорошая была. Понятное дело, как ее... Как интеллигентно. Как ее вывернуть, это же другой вопрос. Но, в общем и целом, глядя на своих учеников, тех, которые заканчивали школу лет 10 тому назад, и сейчас, замечаю, что все-таки сейчас больше поступают в Москву, больше уезжают в Питер, более мобильные, меньше боятся. То есть, вот этот плюс ЕГЭ, это однозначный плюс. Мобильность нужна? Ну, то есть, вот как раз то, что Гусман Солиджанович сказал, этот и плюс, соответственно, и минус для регионов. Допустим, ни одному региону не выгодно, когда лучшие умы регионов уезжают в столице. А лучшие ли? Ну, зачастую поступить в лучшие федеральные университеты, это возможно только тем ребятам, которые набрали самые высшие баллы, участвовали в различных престижных олимпиадах, победили в них. Соответственно, зачастую, вот мы работаем в школе, можем сказать, что наши лучшие ребята уезжают, соответственно, в Москву, в Санкт-Петербург. Но, я не знаю, как про другие регионы, но в Республике Татарстан все-таки созданы такие благоприятные условия для молодежи, чтобы они возвращались в бизнес, в образование, в другие сферы. Соответственно, молодежь возвращается сюда, они заканчивают университеты, они даже заканчивают магистратуры. И я думаю, что довольно большой процент все-таки возвращается в республику и остается. А те, которые все-таки у нас за границей, вот по вашему опыту, сколько ваших учеников, я не знаю, ЕГЭ вообще интересует там в Англии, в Америке наши ЕГЭ? Нет, никого не интересует? Нет. Ага, хорошо. Сколько ваших учеников рванули или за океан, или куда-то вообще за рубеж, и вернулись, и говорили о замечательном образовании? Ну, во-первых, нужно сказать такой небольшой ликбез, возможно, зрителям будет это полезно узнать, вот как эксперт в плане ЕГЭ. Многие думают, что их чадо, сдав ЕГЭ, сможет поступить только в университеты в России. Это неправда. Сейчас многие университеты, даже европейские университеты, начинают принимать, и это уже продолжается уже несколько лет. Какие? То есть я не могу назвать точное название университетов, потому что это зависит от выпускника. А страны хотя бы? Ну, допустим, вот наши ученики поступали в Чехию, потому что в Чехии университеты бесплатно. Что здесь происходит? Ученик показывает свои сертификаты, баллы по ЕГЭ. Они, соответственно, своей экзаменационной системой, они дают какой-то коэффициент, который дает им какой-то показатель, чтобы понять, насколько успешный этот выпускник в плане вот этого академического предмета. И, соответственно, сейчас также вот в этом году я, допустим, проверял работы, так называемые федеральные работы. Это работы наших выпускников россиян, которые учатся в других российских школах или в школах за рубежом, но они, допустим, хотят потом поступить в российские университеты. Соответственно, они заканчивают школу, 9-й, 11-й класс и пишут вот это ЕГЭ на базе посольств России и в других странах. То есть они 9-й и 11-й класс учатся там, где-то там. Да, да, посольствуют. И причем я могу сказать, что уровень вот этих ребят в плане, допустим, английского языка, потому что по английскому языку, у них, я бы сказал, на довольно такой хороший процент выше, чем, ну, я, допустим, проверял учеников из Японии. Были ученики также, по-моему, из Бразилии и из Восточной Европы. То есть мы знаем, что это страны, та же самая Япония, это более англоговорящая страна, там уровень знания английского языка населением, в общем, выше, чем в той же России. Соответственно, и ученики, учась в японской школе, россияне, просто сдают российский экзамен английского языка. Набирают больше баллов, соответственно, даже они имеют больше шансов поступить в хороший университет, вернувшись к себе на родину. Если говорить действительно о 9-11 классе, какие вот за рубежом, есть ли какие-то, потому что про высшее образование мы знаем, да, там Оксфорд, Гарвард, Кембридж, ну и так далее, вот эти все вузы. А есть ли понятие школы? И вообще, родители часто отправляют именно в школу? Школа, обычная средняя школа, чтобы он там получил аттестат о среднем образовании. Ну, на моей памяти у нас очень мало родителей, кто отправляет именно в школу. В основном отправляют в вуз, потому что все-таки средняя школа считается у нас хорошей. Некоторые родители наши, вот я знаю, отправляли в старшем, извини, то есть это, скажем, 9-10-11 класс, чтобы плавный переход был. Дело в том, что за рубежом во многих странах образование 12 лет, не 11, как у нас. И чтобы еще один год дополнительно не учиться, просто отправляют туда, и они как бы там плавно все заканчивают. Ну, их в армию не ходят? Ну, хорошо. И вот тут вопрос сейчас всем тем родителям, которые нас смотрят. Если человек закончил наш 11 классов, то не все вузы принимают. Они с такой целью, что если он там закончил 9-10-11 класс, то его вот с тем аттестатом за эти два года могут принять уже практически все вузы. Так? Да. Почему? Ну, свои критерии, свои экзамены и так далее. Что нам надо нашим школам, среднему образованию сделать так, чтобы человек закончил нашу среднюю школу, мог абсолютно легко поступить куда угодно? Ну, в первую очередь, наверное, тут больше на правительственном уровне нужно решать. То есть, чтобы наше образование считалось таким же равноценным образованием за рубежом. Вот, когда, допустим, вузы сейчас договариваются, что, допустим, корочка нашего бакалавра в России равна корочке бакалавра за рубежом. Это уже больше на правительственном уровне нужно решать. Должны решать. Вот. Нужно ли нашему правительству это? Нет ли? Это уже другой вопрос. А вообще, что сами ученики делают? Учатся здесь, заканчивают, еще годы доучиваются, если это Англия, то в Англии. В США, я знаю, некоторые ребята сразу же после 11 классов, не сдавая 12, некоторые ребята у нас поступили. – Хорошо. Ну и в заключении программы, вот каждому буквально по минутке какие-то рекомендации тем родителям или тем ученикам старших классов, где учиться? Все-таки мы сегодня говорим. Вот, пожалуйста, в камеру, буквально минутка. – Так, для тех родителей, которые задумываются, для тех учащихся, которые задумываются, стоит ли учиться за границей, по моему личному мнению, так, во-первых, это, во-первых, нужно понять, хотите ли вы учиться в школе, закончить среднее образование, либо поступить в университет. – Лично я считаю, возможно, со мной не согласятся, что российская система школьного образования, особенно начального образования, то же самое рейтинги показывают, она лидирующая в мире. В плане математики, в плане чтения, началка у нас одна из самых сильных в мире. Уже переходя ближе к средней, к старшей школе, все идет ниже и ниже. К сожалению, система высшего образования, она сейчас переживает кризис, и она не совсем конкурентоспособна, скажем, по сравнению с системами западного образования. Вот я сам проходил стажировку в Северной Каролине, буквально меньше, чем год назад, учился в Апалачском государственном университете и видел, как говорится, как учатся студенты. Я также проходил стажировку в средней школе, и я видел, что в средней школе в Америке учиться намного легче. Во-первых, у них малое количество уроков, им практически не задают домашнюю работу, и, соответственно, у них еще пятидневка. Я смотрел, как учатся студенты в университете, у них библиотека работает 24 часа в сутки, она полна студентами. И я просто прошел и посмотрел, как говорится, случайно, чем занимаются студенты, и я был удивлен, что студенты действительно готовятся, они автономные и независимые ученики. Поэтому высшее образование, магистратура, пожалуйста, средняя началка, оставайтесь здесь. Коротко. Хорошо, друзья, я все-таки думаю, что среднее образование, и поддержу свою коллегу, у нас хорошее. В ВУЗе же мой совет номер один, куда бы вы ни поступали, это найти правильный выбор ВУЗа и профессии. Потому что, по данным Министерства труда и занятости, больше половины выпускников ВУЗов работают не по специальности. Поэтому для нас с вами в первую очередь нужно понять, что нужно нашим с вами чаду. Спасибо большое. Денис Колесников, Гусман Гайнулин были у меня в гостях. Спасибо вам. И, я думаю, еще увидимся и пообщаемся. Друзья, это была программа «Актуальный разговор». До встречи.